ребята всем привет привет добрая утречка и что мы вам хотим показать мы вам хотим показать то чем радует глаз каждого туриста то что радует глаз и внимание вы готовы 321 встречая рисовые плантации острова бали а вы видали вы видали такую красоту мы приехали для того чтобы заснять вам контент и прямо сейчас я поднимусь на обзорную площадочку ее построили только в этом году в том году ее не было и сейчас будет очень-очень-очень красиво вау потрясающие виды когда я увидела впервые рисовую террасу я вообще обалдела я даже не могла понять если честно я даже думала что это дело специально для туристов чтобы показать на что способны балийцы а потом мне кто-то объяснил что нет они реально вот так высаживают рис делают это горизонтально для того чтобы вода не стекала и рис лучше прорастал ведь вот эти вот ступенечки они искусственно так делают чтобы вода застаивалась и рис лучше рос а там классно смотрите там прям этот а бич-клаб типа спа люди купаются мой десятикратный зум на айфоне позволяет приблизить чего не позволяет сделать gopro и наблюдать как туристы плещутся в бассейне с видом на вот эти вот рисовые террасы я уже настоящий блогер использую несколько камер одна из них это камера вот на которой вы сейчас видите камера 14 про макс айфона остальные видео мы снимаем на gopro видите какой зизу обалденный вот видите качельки а нет вот качельки получаются разные тут можно платье на здесь красивые такие инстаграммные версии и это гнездо гнездо для love story фотосъемки тоже симпатично получается можете походить посмотреть вот там еще тоже качельки мы видим и за какой причине вот там туристы ходят видите бродят еще классно можно походить по плантациям но у нас уже нет селенок уже селенки закончились есть бич клабы кайфануть покупаться насладиться русик-блокер снимает все для инстаграмм он обожает все выкладывать в инстаграмм тара 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 тата хочешь что делать можешь снимать нет это когда старенький буду буду просматривать он обожает хвастаться все смотрите как старается человек пофотографировать ну давай хотите сниму руслик давай фазиру бейзов со трицепса давай показывай на рисовых подписчикам бери есть канала на все на что-то способен я вам передаю друзья огромный балийско-рисовый привет давай рисенка танцуете в этом году здесь немножко выжжено все то есть в том году вот эти вот коричневые проблески они все были поросли травой по какой причине не знаю потому что в том году были в то же самое время здесь не знают ли они не высадили рис то ли что спускаемся смотри такая красота и невозможно наглядеться mesa ящик Качели еще по-моему по четыреста тысяч да по-моему? Не знаю. Сейчас просим. Сто, Русик. Да, да можно платье надеть. Если хочешь. Я их платье. Ну что, мы гнись пойдем, Русик? Пойдем, походим, покажем как рис растет, бананы растут. Да ты что, серьезно? Зарядка будет? Зарядка. Решили позаниматься, вы видите? Вот здесь влажное, друзья. Жарко, влажно. Мамочки. А, ну в том году тоже сюда спускались. Ой, ребятки, ребятки. Там можно подняться туда наверх, там посидеть. Куда, Русик? Пойдем, покажу. Уж не пойдем? Зелень была насыщеннее. Прям много ее было. Она такая, ну рис я имею ввиду, когда взвел. Прям зелененький, зелененький. А сейчас, к сожалению, урожай, наверное, был собран. А ты куда хочешь, Русик, подняться? Туда. Аж туда? На хрена? Ну там по-другому вид открывается. На дома? Нет, налево, направо. А здесь подняться вот от ноги. Если увидеть, там видишь, как внизу речка глубоко. Очень. Тут, наверное, даже не видно. Там прям такой ров вырод. Внизу течет река. Интересненько. Приколямба, приколямба. Русик меня тащит наверх? Блин. Ну пойдем, Русик, раз уж начали. Это человек, который любит приключения. Ну, нам всем в жизни нужен такой человек, который любит приключения. Иначе мы засидимся на одном месте. Пошли уже, Русик, пошли. За 10 тысяч бутылочку воды помогите фермерам. Бизнес. Типа, чтобы мы спонсировали их рисовые поля. Но мы уже их спонсировали. Мы, между прочим, по 25 тысяч заплатили. Да. Здравствуйте. Как вас были? Доброе утро! Как вас были? Спасибо. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Спасибо. Классировать на експорт. Вау! Ну что, ты хочешь себе черепашку, Руси? What price? 50 000 50 000 You can close, you can close all Open one by one Okay, maybe later later Видите, вот так наполняют водой рисовую террасу Чтобы там прорастал рис, вот сейчас я вам покажу А это уже, видите, он прорастает, зелененький Ну я в шоке, что сказать, я никогда не видела, как растет рис А вы когда-нибудь видели, ребят? Мы оттуда, вот видите, помните, мы там стояли Вот так вот вниз, 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 вниз и наверх, наверх, наверх Осталось чуть-чуть Вот они рисовые террасы Сейчас поднимемся чуть-чуть И покажем вам, как выглядит рисовая плантация С этой стороны Обратите внимание, Руси делает рилсики в инстаграм Посмотрите, как он это делает Самец человеческого животного Делает С видом на рисовые террасы С видом на рисовые террасы Посидим, попьем сейчас И сидим сейчас, думаю, какие планы У нас осталось пять дней здесь в Убуле Думаем, чем себя занять Мы здесь все уже видели Нас ничем уже не удивишь А хочется новых впечатлений Мы так любим новые впечатления Вот что вы нам посоветовали? Кстати говоря, давайте напишите в комментариях Вы нам в тот раз посоветовали классный пляж Что посмотреть в Убуде, друзья? Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает Блин, много воды Духота просто нереальная Сейчас обсохнем И поедем, наверное, хомячить А там будем думать, куда дальше нас поддать Пидеть Сезон манго, на самом деле, подходит к концу Мы вот ищем манго Искали манго Взяли по 20 тысяч Смотрите, вот такие есть белые манго 30 тысяч за один килограмм Но она тянет на килограмм одна манго И вот такие зеленые Вот они хорошие желтые, да, которые Тоже по 30 дизель за килограмм Но мы брали по 20 Так как уже сезон подходит к концу Пришлось взять по 30 Прям вот у дороги И еще вот ананасы по 40 тысяч Ой 40 тысяч ананас стоит Но он нечищенный, к сожалению Но мы его так разрежем, помоем и съедим Драгонфрут А, what price for dragonfruit? 25 А, 25 А стоило, блин, по 20 Тоже 25 В общем, набрали мы 3 килограмма манго 4 килограмма, наверное А где мы? Для сравнения рука Обалдеть Да Ну, мы брали, да? Кстати, нет, не дуриан, другой Ну, кстати, он такой Более-менее съедобный По сравнению с дурианом он Не пахнет Он и пахнет Вкусно А, попробую ручку Очень хорошо Очень хорошо Липкий Вкусно? Ну Дыня на максималке Мы в другой раз возьмем, потому что у нас много фруктов Ну да Спасибо Какая цена для всех? 130 130, Русик На 130 косарей набрали фруктов Нормально Ну что, сегодня будем фруктики есть, потому что мы хотим похудеть Обожрались вчера в ресторане Извини за выражение обожрались Но это правда Взяли по несколько блюд себе Что-то мы много съели Так, ну что? А сейчас, я думаю, надо на фруктиках посидеть Потому что Русик хочет схуднуть Юлечка хочет подтянутую фигуру Хочу? Нет Нет Хочу, чтобы ушла вода лишняя Потому что, когда ешь себе бургеры Айфи бургеры Мангустин? 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 Нет Спасибо Нет Нет Спасибо Нормально Надо быстрее есть, потому что, ребята, правда, манго так быстро портится Вот берешь, один день, все, через день он реально такой червивый Очень горячо попе И уже нагревается быстро сидуха от байка Короче, ребят, что я хочу вам сказать Мы недавно... Манга у нас лежала там буквально, да блин, полтора суток. Я начинаю вот чистить, я не понимаю, что происходит, почему-то шевелится. Открываю, а из него прям выпрыгивают на меня черви. Они прыгали, реально прыгали. Я такого количества червей никогда в жизни не видела. Это ужасно было. Это было просто трэш. Мы даже снимать это не стали, потому что это, блин, портит аппетит тем, кто ест. Короче, манга прям надо быстро съедать и не держать в общем в номере. У нас в холодильниках редко бывают холодильники в номерах, поэтому мы так держим. Сейчас съедем в номер. Будем усилить, немножко жарко. Блин, зато классная погода, вот, что говорить. Тут в Амиле постоянно дождь, поэтому сюда и уехали от пустя. Как раз солнышко, оно радостно в душе. И как бы день-деньше. То есть ты едешь, там раз полежал, отдохнул, раз опять поехал, потусил. Ребята, захотели вам показать манго белое. Вот просто супер необычный вкус. Вот Русик, вот попробуй, на вкус как бурьян. Ну вот такое, да. Как дурьян. Ну? Кстати, на любителя, мне кажется. Да, на любителя прям такое. Потому что у меня оно как бы... Терпковатое такое. Ну не то, что терпковатое, а какое-то мне непонятное. Если манго для меня, это манго, а это какое-то... Даже сравнить я не могу. Оно даже по консистенции на дурьян прям похоже. Сейчас я тут ела, скажу. Сейчас, идем здесь. Такие странные волокна. Оно как... Более плотный такой вкус. Терпкий. Ну зря она... Реально на дурьян похожа прям. Сама она не похожа. Как груша. Дурьян. Что-то еще. Ну так, ребятки. Берешь ножик, чистишь его. Как яблоко. Как картошку. Да, или как картошку. Как яблоко. А потом Росик будет грызть. Как яблоко. Чистишь, чистишь как картошку, ешь как яблоко. А грызешь как яблоко. Берем, передаем эстафету. И... Оп! Вот это для меня манго. Вот это манго на самом деле. Сладкий. Аж по рукам льется. Очень вкусно. Ты же мой молодец, дружок. Мой пирожочек, мой пирожочек. Последние денечки заряда витаминчиков. Красота. Слочные, сладкие. Ммм. Друзья, девочки наши. Ну что, мы приехали на ужин. Сейчас наш любимый ресторан, наверное, итальянское кафе. Где мы пробовали самую вкусную пиццу на Бали, которая называется Наскарпоне. Вот вспомнили, даже видео показали нашему официанту, чтобы тот принес нам точно такую же пиццу, потому что мы не помнили, как она называется. Русик чилит на лайте. Сегодня мы загорали, плавали. Руслан обгорел. Подгорел, точнее. Обгорело первые дни. А сейчас уже поддерживаю балийский загар. Он наотрез отказывался мазаться солнцезащитным кремом. Я не знаю, что с ним делать, вы понимаете, друзья. Ну что ты, взрослому мужчине, как ты его заставишь? Никак. Все на его ответственность. Все на его прекрасном лице отразилось. Красный, красный. Да я не красный, я уже загоревший. Да какой же ты загоревший краснющий. У него кожа вся горячая, горячая. Не паникуй, матушка. Смотрите, моя, хотя я тоже что говорить. Честно говоря, я тоже вот здесь не мазалась. И вот здесь, видишь, красная, Русик. Плечи мазала, лицо мазала. Тут не мазала. В общем, сейчас мы будем пробовать. Капа называется Ластерия Писаяканец. Не знаю. Вот так вот, да. Тут есть даже, видите, это сайт, инстаграм. Вот, пожалуйста. Вот такие вот прекрасные здесь порции. Обалденно. Прекрасные. Да. Прекрасные вот эти локутовские автобусы такие. Да. С чем не забываешь. Видите, прям сидим на улице, получается. Мы выбрали такое. Да. Здесь, видите, много людей. Очень любоприятное заведение. Собачка здесь, видимо, такая. Привет, Русик. Привет. Ребята, все, нам подали нашу пиццу маскарпоне очень быстро. Очень быстро, прям не прошло и пяти минут. Все, у нас уже все здесь есть. Спасибо. Ой, ну вот смотрите, ну это же вообще шикардос. Офигенно. Есть базилика. Базилик, это прям вот с тем, вот дает такой аромат. Она офигенная, на самом деле. В Москве не везде попробуешь именно эту пульпицу с таким тестом, блин. Она просто, блин, я не знаю, ешь и есть хочется. Она настолько вкусная, просто обалдеть можно. Мягкая, сочная. Мы в восторге. Сыр течет, да. Она ушла у нас за пять минут. Пришли, да, пришли, заказали за секунду. За пять минут пришла, да? За пять минут принесли и за пять минут она ушла. Все, до свидосика. У нас цена получилась 114 тысяч пицца стоит, 30 тысяч русики на Кока-Кола, 30 тысяч мой сок и получается 179 тысяч плюс такса 6% и сервисное обслуживание 10%. Это его 208 тысяч. Это, ребята, 208 тысяч. Это сколько русик? 13 долларов. 13 долларов. 13 долларов. 15-15 долларов. Потрясающе, друзья. Вкусненько, быстренько, здорово. Мы кайфанули. Ну, ребята, загорались, накупались, вернулись в УБУС. Сейчас будем, видите, смузики себе заказывать. Что-то прям так... Э, как это? Обезвожились. Обезвожились. Решили сразу себе по два заказать. Сейчас я скажу. Я хочу один мангол, два мангол и ананаса. Микс. Николай, хорошо? Два мангол, один ананас. И мангол, микс. Микс. И мангол, один. Плюс один. Один мангол, один микс. Мангол, два мангол. Ага, да. Ананас. Да, пенапол. Да, да, ананас, да, ананас. Ага. Sugar? No sugar. No sugar. Thank you. Я говорю NNS. Я забыла, что называется pineapple на английском. Голова уже нафиг у меня. У меня. Жарко, 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 вообще. Ты сгорелел. Скорелелелся, сгорелелся. У тебя тоже не отличилась. Я забыла. Вчера мне говорила. Я забыла. Крем, крем. Вот так выглядит наше кафешечко, кафешечко типа Ватахо. Вот сюда Шананге, это обыденный ритуал валиться. Пока ждем, пока делают смузик и подъехал вот такой вот скутер в ретро стиле. И самое прикол, то что это гибрид. Классно. Мало таких встретишь, но в Азии уже распространены гибриды, скутеры. Так что экономные, наверное, литра на соточку хватает проехать. Классно. Здравствуйте. Куда сделала уже нам? Все выглядит очень аппетитненько, без сахара мы заказали. Хорошо так как в Азии, ребят, хорошо живется в Азии. Какая цена? Какая цена? Куда? Какой цена? Так освежает, такой вкус, сочный, нежный, холодный арбуз. Шикарно. Не могу оторваться.